Всем привет, друзья! С вами снова Аквамэйн, и сегодня мы будем колхозить. Да, дело в том, что мой самый любимый, самый прекрасный, самый родной пистолет для герметика сломался под натиском того, что в нем не должно было сжиматься и не сжалось. Поэтому сегодня я вам покажу, как я в кустарных условиях решил проблему растрескивания вот этого вот самого набалдашника, который непонятно по каким причинам сделан вообще из пластика, ведь если сильно жамкать, он все равно сломается. Уже один набалдашник у меня сломался, я проблему решил, поставив упор из шнека другого пистолета более дешевого, но этот пистолет я выкидывать ни в коем разе не собираюсь, и вообще я думаю, что если бы вот эти вот наконечники были из металла, этот бы пистолет служил вечно, потому что все остальное здесь металлическое и нечему ломаться. Ну, кроме вот этих вот самых набалдашников. Да, сейчас у меня стоит вопрос, как же все это сделать, я вам покажу моменты, где и как можно решить эту проблему. Итак, смотрите, сначала я бы захотел избавиться от всего, что нам не нужно, а именно от пластиковых частей. На самом деле принцип работы вот этого пистолета для герметика, он просто до нельзя, друзья. Сейчас я вам немножечко позже покажу, а перед этим уберу вот эту самую пластиковую втулку. Итак, сразу здесь я обнаруживаю, что сама рукоять у меня не цельнолитая, а состоит из двух частей, и это очень даже хорошо. Давайте посмотрим, как у нас работает весь этот механизм. Смотрите, если я нажимаю ручку, у меня передняя вот эта вот деталька, она сжимает шнек, ось, вал и проталкивает его вперед. От проскальзывания этого вала назад защищает нас вон там пятка, вот эта вот самая пятка, которая просто-напросто упирается в этот вал и не дает ему скользить назад. Если прикладывать усилия, конечно же, конечно же, она назад будет прокручиваться, проскальзывать, и если ее нажать, она вот ходит туда-сюда отличнейшим образом. Здесь, если присмотреться, можно увидеть зарубки, кстати сказать, вот этой вот пятки. Она пыталась вгрызаться в этот вал и предотвращать проскальзывание, это и хорошо. Сам материал рукоятки дюралевый, то есть к нему здесь просто так не подойти. И с накатика здесь ничего не приварить, не припаять, придется ломать голову, что здесь можно сделать. Итак, выкручиваем вот эту вот замечательную детальку, которая хлипко так сидела на резьбе, непонятно опять-таки почему. Хотя ее, в принципе, здесь ничего не заставляет вращаться. Именно на основе этой детали нам необходимо сейчас будет разработать крепеж, который будет у нас держать всю вот эту рукоятку в самой тубе. И для этого можно здесь нарезать резьбу, вкрутить пластинку и шпильками привернуть эту пластинку внутрь самой тубы. Здесь, обратите внимание, уже есть отверстия. Именно по этим отверстиям я буду засверливаться. Буду засверливаться для того, чтобы в дальнейшем вставить туда петли и через эти петли продеть стержень. И еще этот стержень у нас будет проходить через саму тубу. Изначально я хотел приварить болтешники гайком и приварить все это дело вот сюда. То есть с обратной стороны зафиксировать. Но у меня не оказалось должным количеством электродов. К тому же в домашних условиях варить что-то не особо хорошо получается. После двух попыток воспламениться ближайших материалов я от этой идеи отказался. Но ее можно взять на заметку. Дальше я пошел по другому пути и сделал вот такие вот варианты этих петелек. Конечно, это немножко более хлипкая конструкция, чем если бы мы использовали сварные вот эти вот гайка-болты. Но она тоже держится неплохо. Первая, та что вон металлическая, та что из серебристого металла, я бы так сказал. Это у меня кусок электрода, оставшийся в сварочнике. Его я согнул, сделал петельку. Желательно сделать два ушка для большей надежности. И вторая, это у меня просто толстенная медная проволока, которую руками тоже не провернуть. Мне кажется, что вот этих материалов будет достаточно для того, чтобы закрепить всю рукоятку. Для того, чтобы предотвратить ее выбегание, выскальзывание, ее прорыв из недр вот этой самой тубы. Смотрите, я примеряю, затем засверливаю отверстие, вдеваю шпильки и закручиваю гайками. Все, ничего сложного в этом деле нет. Естественно, можно сделать в 100-500 раз аккуратнее. И можно сделать по другим совершенно технологиям. Можно заказать у токаря вот эту вот болванку. Даже из алюминия можно ее попробовать отлить. Но у меня не было такой возможности, поэтому решил проблему так, как посчитал нужным. Естественно, что пистолет теперь у меня снова в строю, и это не может не радовать. Потому что в дальнейшем нас ждет очень много интересных проектов с использованием именно силиконового герметика. Собираем всю эту конструкцию обратно и проверяем, что наш силикон нормальным образом может выходить из тубы. И ничего ему не мешает. Никаких рывков, порывов, резких движений нет. То есть все работает так же, как и было. Конечно, есть какая-то подвижность во всем этом соединении. Но это вследствие того, что, во-первых, я кривой. А во-вторых, я сделал отверстие под шпильки немного большего диаметра. Потому что я кривой и боялся прогадать. Поэтому немножко гуляет, но это не так критично. Давайте сейчас мы на бумажку выдавим силиком. Посмотрим, что колбаса идет нормально. Колбаса идет так, как нужно. Ну, а на этом все. Обязательно пишите в комментариях, если эта информация была вам полезна. С вами был Аквамен. Увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok